Стопальный результат для тебя особенно, для твоих родителей, это огромнейший результат. Всего самого доброго, успехов, дачи, поздравляю вас. Спасибо. Арина Филонова единственная стопальница в городе. Русский язык ее любимый предмет. Девушка хочет стать учителем. Поступать будет в Санкт-Петербургский университет на филологический факультет. Журналистом сначала мечтала быть. А потом уже более широкая сфера, это, конечно, филология. Лана Иосифовна Чико, это мой учитель по-русскому и по литературе, самая моя любимая учительница. И если бы не она, у меня бы ничего не было. Арина всегда изучала русский язык гораздо глубже, чем требовала школьная программа. Во время подготовки к экзамену читала дополнительную литературу, изучала различные пособия по лингвистике. Из предметов по выбору сдавала экзамены по литературе и английскому языку. И тоже успешно. Родители Арины говорят в том, что дочь хорошо сдаст ЕГЭ, они были уверены. Но 100 баллов, признаются, не ожидали, ведь девушка училась в физико-математическом классе. Рада за нее очень сильно. Спасибо ей за то, что она старалась и все у нее получилось. Молодец. Если бы не любовь к учителю по русскому и по литературе, может быть, она не достигла таких бы результатов. Но и ее стремление и желание. Вот это и получилось 100 баллов. Просто на душе приятно, что наш город, небольшой город, красивый, комфортный, воспитывает таких детей. Здесь воспитывает и школа, воспитывает большое внимание, конечно, родители. Родители занимаются воспитанием, потому что созданы определенные условия. Медаль за особые успехи в обучении станет главной наградой в портфолио Арины Филоновой. И, безусловно, хорошим помощником при поступлении в ВУЗ. Теперь в золотом фонде выпускников Коголымских школ 2017 года 30 фамилий. Алина Шаталкина, Дмитрий Луцко. Специально для новостей.